Здравствуйте, коллеги. На самом деле, смотрите, до меня Ксения и Инна достаточно подробно рассказали о том, какие проекты мы делаем в части телеизмерений, в части интернета. И самое главное, рассказали о том, в каких направлениях мы планируем двигаться. И после меня будет еще какое-то количество рассказов про наши стандартные индустриальные проекты. Но мы прекрасно понимаем, что существует специфическая аудитория, существуют специфические среды, существуют специфические рекламные носители, метрики которых нельзя, к сожалению, полномерно, полномасштабно получить из стандартных проектов. Миш, спасибо. Я думаю, что вы догадываетесь на примере какого события 2018 года. Я дальше буду рассказывать наш кейс про спорт. Но, на самом деле, начнем мы немножко издалека. Мы начнем с самого начала 2018 года. Мы давно знали, что у нас грядет чемпионат мира по футболу, домашний чемпионат, большое событие в футбольном мире в целом, да и в спортивном тоже in general. В начале года мы решили поинтересоваться, кто же эти такие люди, которые интересуются спортом. И поняли, что на момент марта 2018 года самые интересующие население виды спорта – это хоккей, фигурное катание и лишь на третьем месте футбол. Понятно, что в этот момент у нас шла зимняя олимпиада, несмотря на все ее ограничения и прочее. В этот момент у нас с вами уже был так или иначе чемпионат мира по хоккею вот-вот. Поэтому, безусловно, к зимним видам спорта тяготение было достаточно серьезное. Но надо признать, что при этом 70% населения сказали, что они в той или иной степени интересуются именно футболом, а 20% называют себя настоящими фанатами этого вида спорта. Понятно, что чемпионат мира анонсировался в населении уже достаточно давно, и это было самое популярное, самое ожидаемое событие. И, собственно говоря, летом 2018 года оно и случилось. У нас достаточно много информации о том, как транслировался чемпионат мира по футболу во всех возможных средах, и наши стандартные исследования – телевизионные, интернет-исследования, прессы, радио – могли много об этом рассказать. Так мы точно знаем, что с точки зрения времени, суммарного времени просмотра футбольных трансляций, футболу все возрасты покорны, и с точки зрения гендерной тоже все покорны. И, как видите, домашний чемпионат привел к беспрецедентному росту объемов смотрения по сравнению с чемпионатами 10-го и 14-го года в среднем. Ну, потому что домашний чемпионат, сами понимаете, действительно событие знаковое. С точки зрения географии, посмотрите, да, южные регионы, в принципе, всегда смотрят спорт несколько больше, но при этом обратите внимание на почти 6 часов суммарного смотрения Дальнего Востока, с учетом временной разницы, представляете себе, во сколько там футбол показывали. Я покажу два кейса, прям вот отдельно. Это два матча – это Россия-Испания и Россия-Хорватия. Россия-Испания по времени Владивостока началась в 12 ночи и собрала рейтинг 19% населения, а Россия-Хорватия и вовсе в 4 утра и 15% населения это посмотрели. Россия-Хорватия, честно говоря, не помню, какой день недели был, но это не важно, на следующий день в любом случае, мне кажется, лучше брать выходной. С интернет-сайтами картинка похожая. Мы здесь явно с вами видим и олимпийский пик, и футбольный. При этом с точки зрения олимпийского, опять же, мы понимаем, что и время трансляции, и в принципе тип контента больше тяготеет к его новостному потреблению, узнать, что как прошло за вчерашний день, нежели непосредственно к просмотру. Поэтому здесь видно и тот, и другой. С точки зрения мобильных приложений, видно, что два футбольных чемпионатных месяца – это прям самые охватные с точки зрения мобильных приложений. Почти миллион в июне тем или иным спортивным приложением пользовался для того, чтобы какую-то информацию получить. По итогам чемпионата мы видим, что если взять топ-10 событий за последние 20 лет, это не топ за 2018 год, это именно топ спортивных трансляций за последние 20 лет. Четыре строчки этого топа – это трансляции чемпионата мира по футболу 2018 года. Только одна из этих трансляций без участия сборной России – это финал, шестая строчка. Остальные три – это, естественно, игры с участием национальной команды. Но эти трансляции не на первых строчках топа. И мы догадываемся почему. Потому что за последние годы тип потребления контента, в том числе спортивного контента, любого, безусловно, сильно изменился, перестал быть линейным, перестал быть привязанным к конкретному месту, устройству и так далее. И тот запрос, который мы в этом для себя услышали – это необходимость создать инструмент, способный удовлетворить, собственно говоря, наш собственный интерес и понять, как, где, на чем люди смотрели еще, кроме классического телевизионного просмотра. Ну, во-первых, с точки зрения мест. Да, безусловно, больше половины населения смотрели чемпионат дома, но при этом 12% смотрели чемпионат только вне дома. И понятно, что эта история достаточно серьезно коррелирует с временем конкретных матчей. Соответственно, в будни приходится как-то выкручиваться и прятаться от начальника, чтобы посмотреть трансляцию на работе. Если не дома, то, конечно, все-таки чаще всего в баре, но при этом большой объем просмотра уходил на фан-зоны. И, как ни странно, дачный просмотр, естественно, это летние месяцы, естественно, часть игр выходного дня. Соответственно, как раз то, о чем говорила Ксения с точки зрения запуска нами дачного просмотра, это очень-очень важно с точки зрения, в том числе, например, таких спортивных событий. Если посмотреть на экраны, то цифра 39%, которые посмотрели трансляции на вторых экранах, она бы уже была у Руслана в самом начале, при этом 18% действительно использовали для просмотра трансляций только вторые экраны. С точки зрения самих трансляций, ну, картинка достаточно похожая. Почти треть местами использовала вторые экраны. Если посмотреть на места, то, естественно, среди мест был в том числе и транспорт, ну, то есть и трансляции в метро, и необходимость быть up-to-date с каждой конкретной трансляцией заставляла людей прям вот руль и телефон вместе, предполагаем. Если посмотреть на устройства, почти равномерно, но плюс-минус. На вторых экранах просмотры разделились между ноутбуками, смартфонами и планшетами. При этом носимые устройства здесь даже немножко обогнали ноутбук. Соответственно, возможность иметь трансляцию прямо с собой всегда явно победила. С точки зрения источников просмотров на вторых экранах, безусловно, мы говорим про интернет, самым популярным был назван именно просмотр на сайтах телеканалов, где, как вы прекрасно знаете, в этом году для домашнего чемпионата были организованы все технические возможности для того, чтобы эти трансляции проходили максимально качественно, в высоком качестве, без перебоев и так далее. Также называли Яндекс-страницу главную, где транслировали, соответственно, футбол, плюс энное количество спортивных сайтов, ну и так далее. Напомню, когда мы начали проект по исследованию спорта, это было начало 2018 года, и действительно, футбол был на третьем месте, 38% сказали, что интересуются в том или ином виде футболом. Что по итогам чемпионата? А по итогам чемпионата вот такая картинка. 67% футбола, очень значимое отставание следующего хоккея. Понятно, плавание добавляется, как летний вид спорта, но надо признать, что, конечно, эффект чемпионата на население, на интерес к спорту, он был, конечно, достаточно ошламляющий. При этом мы понимаем, что чемпионат мира по футболу, домашний чемпионат мира по футболу, это история, я не хочу говорить разовая, но, в общем, это история знаковая, назовем это так. При этом мы прекрасно понимаем, что у нас есть, а, другие виды спорта, у нас есть свой национальный чемпионат по футболу, и именно на примере одного из матчей российской премьер-лиги мы повторили аналогичные исследования для того, чтобы просто понять, а как это у нас? Чуть больше недели назад, в воскресенье, дерби московская ЦСКА «Спартак», и, как видите, с точки зрения просмотра и внедомашний просмотр и использование вторых экранов крайне похожи на историю чемпионата мира. Это к разговору о том, что спорт, в принципе, как контент, как тип контента тяготеет к просмотру и вне дома, и на вторых экранах, и не обязательно в случае, если это знаковый чемпионат. Мы это понимали. Мы даже спросили людей о том, за какие команды они болеют. Забавно, что 40% зрителей не болеют за те команды, которые в этот момент играют. И это, опять же, история про футбол. Ну, то есть я не обязательно смотрю футбольные матчи своей команды, я, в принципе, в курсе чемпионата. И нам, на самом деле, мы про этих людей спросили, и все те метрики, про которые я сейчас говорил на примере чемпионата, нам хотелось еще спросить у них что-то такое, что мы совсем никогда не спрашивали. Поэтому мы спросили, а что вы, собственно говоря, делаете в тот момент, когда смотрите футбол? Почти 10% сказали, что они наряжаются к просмотру футбола. Ну, правда, сентябрь стало холодно, шарф надеть, мне кажется, самое оно. А 30% таки лучше 11 игроков на поле разбираются в том, что им делать. То есть 30% сказали, что таки, да, я комментирую происходящее на поле. И на самом деле это разговор не… Нет, разговор все-таки об этом. Разговор о том, что эти люди немножко сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова. И эту специфическую аудиторию нам, безусловно, необходимо иметь возможность измерять. И для этого мы в том числе посмотрели на эту историю со стороны брендов, которым важно понимать какие-то метрики, касающиеся спортивного спонсорства. И помимо самой оценки, что это за люди, помимо оценки, сколько их, где они смотрят, мы еще и сделали часть в проекте, посвященную спортивному спонсорству. Ну, здесь все достаточно просто. Во-первых, все зрители трансляций говорят о том, что реклама во время спортивных трансляций более уместная, она более привлекает их внимание, ну и в принципе соответствует окружению, то есть рекламируются бренды, относящиеся к спорту. Это очень позитивная оценка. Но нам хотелось посмотреть непосредственно на то, как это устроено внутри трансляции. И наш отдельный проект, посвященный мониторингу логотипов спонсоров спортивных трансляций, нам в этом очень сильно помог. В первую очередь мы, конечно же, посмотрели на носители. Слева количество показов, справа наши возможности, естественно, оценить аудиторный эквивалент. Но, как мы видим, самые частые, самые часто показываемые, самые аудиторно наполненные. Это борта стадиона, плюс форма, плюс, естественно, фон в интервью. Достаточно большую аудиторию собирает, потому что всегда интересно, что услышат игроки. Но при этом эти носители еще и хотелось бы разбить на то, что это за бренды. Сейчас чуть дальше про это скажу. Забавно, что вот эта картинка, верну на секунду, вот топ-топ-топ носителей рекламы на стадионе. И примерно аналогично эта история запоминается зрителям. То есть зрители в первую очередь запоминают рекламу на бортах, зрители обращают внимание на логотипы на форме, и только потом идут классические ролики в перерывах. То есть история именно интеграции со спортом, она здесь очень сильна. С точки зрения брендов, это опять же тот же самый матч. Это ЦСКА Спартак, 23 сентября. Здесь топ-10, это, естественно, не все бренды. Это и оцененный нами аудиторный эквивалент, а это, по сути, возможность напрямую сравнить спортивное спонсорство с прямой коммерческой рекламой. Ну и показы, и длительность присутствия, все это здесь тоже указано. Если посмотреть на категории, то самые запоминающиеся зрителями были названы, ну, безусловно, букмекерские конторы. Есть в списке автомобили, есть в списке и финансовые услуги, и безалкогольные напитки, и пенные напитки. Все здесь есть, все классическая спортивная история. Вместо резюме. Во-первых, важно понять, что закончился чемпионат мира по футболу, но не закончился футбол. Вчерашняя победа команды ЦСКА над Реал Мадридом, мне кажется, это прекрасное подтверждение. И футбол в нашей стране уж точно сейчас переживает далеко не самые худшие времена. С одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что кроме футбола есть еще огромное количество других специфических мероприятий, аудитория которого не может считаться классической и про которую мы не можем много узнать из наших индустриальных проектов, но при этом у нас есть все необходимые инструменты и метрики, которые позволяют нам разобраться в этом значительно глубже. Спасибо. Спасибо.